Привет, дорогие друзья! Хлорелла с медью, вот эта вот крайняя, не замерзла. Итак, было минус 5,6 градуса, сейчас минус 5. В средней бутылке наращивал хлореллу стандартно, в левой бутылке с добавлением 0,05 грамма хилата меди, плюс 0,05 грамма хилата железа. В правой бутылке наращивал с добавлением плюс 0,1 хилата меди. Итак, в левой и средней бутылке можно видеть лед, надеюсь, камера передает. Вот, лед не только на стыке вода-воздух внутри бутылки, но и начал образовываться по краям бутылок. Вернее, по краям бутылок лед уже образовался. В правой бутылке лед не наблюдается, хотя и она стояла с краю. Попробую взболтать. Так, надеюсь, ледок видно. Лед оказался такой приличный, больше, чем я думал. А теперь прикол. В правой бутылке после взболтывания, ну, через пару минут, а может быть и сразу я не заметил, сразу вроде не было, образовался снег. В левой и средней бутылке как был лед, так и остался. А в правой такой вот мокрый-мокрый снег. Ну, видимо, это в процессе перемешивания попал холодный воздух. Вот так образуются, видимо, снежинки. И вот еще одна единственная бутылка, в которой не замерзла вода. Ну, как не замерзла? Я ее взболтал и увидел, как в ней образуется снег. Ну, как в роликах показывают иногда. Подобные я видел в роликах про переохлажденную воду и про льда, образующие бактерии. Здесь у меня росла хлорела, трентеполия и плеврокок. А потом я просто залил чистую воду в использованную бутылку. Ну, как я обычно наращиваю закваски. Полноценную закваску нарастить я не успел. Но не исключаю, что на диете водоросли вырабатывают антифризные белки. Привет, дорогие друзья! 8 октября. Было минус 6,5 градуса. Сейчас минус 5,8 градуса. С водорослями все по-прежнему. В левой бутылке смесь, в правой хлорелла с медью. Остальные все замерзли. Сейчас попробую взболтать хлореллу. Мы можем использовать пищевар. Могу заглушать хлореллу. С водорослями все по-прежнему. Заглушаем по-прежнему. В левой бутылке смесь. Вместо с демиллентом. Нам нужно смотреть хлореллу. Остальные тишины. Вместо с демиллентом. Вместо с демиллентом. Пусть м dwкл. С демиллентом. Вместо с демиллентом. Так, попробую другой рукой. Сболтал я одной рукой хлорелу, эффекта нет. Сейчас попробую сболтать посильнее. Опа! Эффект достигнут. В бутылке образовался снег. Сейчас попробуем подобное со второй бутылкой. Да, кстати, вода замерзла не вся. Ее теперь, наверное, можно отделить. Минус три с половиной. Такое ощущение, что снег в бутылке тает. Я специально пришел отснять еще раз. Минус три с половиной. Снег в бутылке тает. Вот этого я объяснить уже никак не могу. Может, он, конечно, спрессовался. Вряд ли водоросли топят снег теплом. Да и затычка у меня провалилась. Вон, видно, островок льда. Могу предположить только одно, что антифризные белки разрушают лед и снег. Ну, в данном случае снег. Или как это назвать. Ну, самое интересное, что я не ожидал такого именно от хлореллы. Ну, теперь у меня есть сомнения, что мне удастся повторить подобное с другими водорослями. Так как, насколько я встречал, именно хлорелла богата аминокислотами. Привет, дорогие друзья! 9 октября. Сейчас минус 6,7 градуса. Было минус 9,4 градуса. Хлорелла не замерзла. Все остальные бутылки с водорослями покрылись крутым льдом. Поехали. 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 Поехали.